Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Прекультивировано хвостохранилище Эльбрусского и Урупского ГОКа. Это помогло улучшить качество жизни и здоровье 42 тысяч человек. Самые творческие работники дошкольных учреждений соревновались за звание лучшей. В республике прошел финал конкурса воспитателей. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, а за управление экскаватором. В Карачаево-Черкесии продолжается региональный этап конкурса профессионалы. Счастливая улыбка, здоровый организм. Республиканская детская стоматологическая поликлиника провела профилактические акции. В Москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Руководитель региона проинформировал министра об итогах реализации национального проекта экология в Карачаево-Черкесии с периода с 2021 по 2024 годы. Так, в рамках нацпроекта в республике рекультивировано хвостохранилище Эльбрусского, Свинцово-Цинкового рудника и Урубского ГОКа, что помогло улучшить качество жизни и здоровье 42 тысяч человек и восстановить 61 гектар земель. Также благодаря нацпроекту регион обеспечен лесопожарной техникой практически на 100%. Глава региона рассказал о досрочном завершении работ по капремонту берегоукрепительных сооружений на реках Эшкакон, Малый Зеленчук и Тиберда. Воспитатель года 2024. Финал регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса состоялся сегодня в Черкесске в Центре для одаренных детей «Спутник». Мероприятие собрало самых талантливых и творческих работников в дошкольных образовательных учреждениях Республики. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В актовом зале собрались претенденты на победу, члены жюри и зрители. Перед началом финального испытания педагоги гордо и уверенно вышли на сцену. Всех собравшихся поприветствовала Инна Кравченко. Участникам министра образования пожелала успешного выступления. Она также отметила, что интерес к конкурсу с каждым годом только растет. Сегодня мы проводим мастер-классы, плюс познакомились с их работой, которую они представили методическую. Все это будет оценено и будет определен победитель, который представит нашу республику в Красногорске, в городе Красногорске Московской области. И победитель заключительного этапа всероссийского конкурса будет уже определен как раз в день работников дошкольного образования 27 сентября. 12 финалистов регионального этапа порядок выступления выбирали жеребьевкой. Воспитатель Светлана Кречетова – педагог 31-го детского сада «Золушка». В финале она представляет город Черкесск. Работает в этой сфере Светлана на протяжении 25 лет. Это очень интересная профессия. Самое главное для этой профессии – это, конечно же, любить детей. А я их очень люблю. Расскажите, как вы думаете, все ли сегодня получилось у вас? Все, что планировали, получилось. Я думаю, всем понравился наш новый эффективный мерк макетирования, который мы сегодня представляли. Думаю, все замечательно. Оценивали выступления участников члены жюри, специалисты в области образования. Они определяли не только техническое мастерство воспитателей, но и их творческий подход, а также способность вдохновлять и формировать личность детей. Республиканский этап на очень высоком организационном уровне. Безусловно, участники волнуются, но тем не менее они нам показывают свое мастерство, свои профессиональные навыки. И я убеждена, что каждый конкурс профессионального мастерства позволяет получить уникальный опыт и продемонстрировать, проявить свои лучшие навыки. Финал конкурса оказался настоящим праздником. После напряженного ожидания председатель жюри Инна Кравченко объявила имя победителя конкурса. Диплом победителя регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России 2024». «Воспитатель года России 2024» вручается Гаткаевой Елене Георгиевне. Призерам вручили дипломы и денежные призы от профсоюза образования республики и от главы нашей республики. Дарья Тенди, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесии в 2024 году производство яблок и груш планируют увеличить до 22 тысяч тонн. За прошлый год в Карачаево-Черкесии собрали более 21 тысяч тонны фруктов и ягод, учитывая темпы закладки многолетних плодовых насаждений и объем прогнозируемого урожая фруктов, возникает потребность в хранении выращенного урожая и, конечно, своевременной ее реализации. Для этих целей осуществили ряд инвестиционных проектов по строительству фруктохранилища общей мощностью до 80 тысяч тонн. В настоящее время площади холодильного оборудования для плодов и фруктов позволяют единовременно хранить почти 5 тысяч тонн продукции. В этом году планируется ввести в эксплуатацию хранилища мощностью 10 тысяч тонн. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о региональном этапе конкурса «Профессионалы», профилактической акции детской стоматологической поликлиники о фильме «Позывной пассажир». Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. В отдельных районах туман и гололед. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах до 6 градусов мороза, днем до плюс 9, и местами минус 2, плюс 3. В Черкесии небольшой дождь, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, а днем 7-9 градусов выше нуля. Карачаево-Черкесии продолжается региональный этап конкурса «Профессионалы». 22 направления для студентов и 11 для школьников. И как итог, десятки будущих квалифицированных специалистов для отечественных предприятий. За некоторыми состязаниями по профессиональному мастерству наблюдал корреспондент Артур Мхце. Для начала мы берем проблент диодный, проверяем работу аккумулятора. Вадим учится в 10-й школе Черкеска. По словам юноши, ему интересно все, что связано с автомобилями. Когда он узнал о региональном этапе конкурса профессионального мастерства, решил поучаствовать. Ведь так и свои знания покажет, и опыта у экспертов наберется. Мне очень интересны автомобили. Интересно, они мне где-то уже 4 года. У отца есть своя автомастерская. Я часто смотрю туда, помогаю ему иногда. Оттуда интерес и взялся. Конкурс «Профессионалы» проводится в Карачаево-Черкесии не первый год. И собирает на нескольких площадках учащихся многих образовательных учреждений республики. Как студентов колледжей, так и школьников. Для одних это хорошая возможность показать себя перед потенциальными работодателями. Для других определиться с профориентацией. За состязаниями по 22 компетенциям для студентов и 11 для школьников наблюдают более 200 экспертов. В том числе представители предприятий, которых можно считать самыми заинтересованными лицами данного конкурса. Это важно для чего? Для того, чтобы работодатели, которые постоянно отслеживают такие конкурсы, такие чемпионаты, которые участвуют в качестве экспертов в этих конкурсах, могли отобрать для себя самых лучших студентов, школьников, которые перспективны в этих направлениях, и в дальнейшем предложить им работу. Часть состязаний профмастерства проходит на территории Республиканского индустриально-технологического колледжа, где у ребят есть возможность применить на практике теоретические знания. В этих мастерских школьники определяют лучшего по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Студенты работают с тяжелой техникой. Сейчас я сниму головку, поставлю на стенд, затем я сниму поршень, посмотрю на состояние его, состояние гильз и колец масляных. К слову, в числе участников есть представители других регионов. Так, этот конкурсант приехал из Чеченской Республики. Он с огромным удовольствием постигает азы управления экскаватором. И по мнению членов жюри, в данном компоненте молодой человек весьма преуспел. Итоги состязаний по каждой дисциплине будут подведены по результатам нескольких этапов. Артур Махцер, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия. Счастливая улыбка, здоровый организм. Республиканская детская стоматологическая поликлиника ежегодно во всемирный день. Здоровье полости рта проводит профилактические акции и в этот год не стал исключением. Мероприятие провели в Центре образования номер 11 города Черкеска. Подробнее расскажет Алла Динаева. Первые зубы, они называются молочные. Их 20 штук. А вот в вашем возрасте зубы начинают уже меняться и у вас появляются постоянные зубы. Во втором А-классе сегодня необычный урок. В гости к ним пришла стоматолог. Чтобы зубы были здоровые, а улыбка красивая, необходимо развивать и укреплять положительные привычки ухода за полостью рта. И чем раньше это начать делать, тем лучше. Ведь хорошие привычки – путь к сияющей улыбке. Показала доктор детям и как правильно чистить зубы. Очень часто ребята вашего возраста забывают вот эти крайние зубки. Их мы тоже не забываем. Загадки и викторины. Программа встречи была увлекательна и познавательна. В игровой форуме стоматолог поделилась с ребятами полезной информацией, которая поможет им сохранить зубы здоровыми. Посмотрели вместе мультфильм про крокодила, который не любил чистить зубы. Порадовали детей подарки от Республиканской детской стоматологической поликлиники. Этот урок был для меня очень особенным, потому что я узнала, что много интересного. Потому что я узнала, что надо ходить к стоматологу не только, когда у тебя болят зубы, но надо еще и осматриваться, даже если они у тебя не болят. В этом году Всемирный день здоровья полостью рта проходит с 20 марта по 30 апреля и под лозунгом «Здоровые привычки, счастливая улыбка». Наш главный врач, Зара Давлетовна, она всегда поддерживает такие мероприятия. Она за то, чтобы люди знали, что и как у нас проводится, чтобы люди посещали, детки не боялись. Наша поликлиника вся в картинках, очень красиво все сделали. В общем, главный врач, инициатор всего. Врачи Республиканской детской стоматологической поликлиники ведут прием в 11, 18 и 15 школах Черкеска. У детей в возрасте от 5 до 7 лет проводят современную профилактическую процедуру, так называемую герметизацию фиссур зубов. Это эффективно помогает снизить риск развития кариеса, говорят стоматологи. «Такой урок у нас проводится впервые. Хотя со стоматологами мы в тесной связи. Весь этот год они к нам приходили, детишек брали, смотрели зубки, назначение делали. Родители очень были довольны. Мы довольны, что детки получают лечение прямо в школе». Завершился урок стоматолога совместной фотографии с детьми. И, возможно, те, кто боялись визита к зубному врачу, в следующий раз пойдут на прием смелее. Аладинаева, Олег Бастанов, Вести, Крачева, Черкесия. Новинка отечественного кинопроката «Позывной пассажир». Фильм о мужестве, чести, предательстве и любви. Можно посмотреть в кинотеатре «Чарли». Подробнее расскажет Дарья Тендит. Действия фильма разворачиваются вдалеком. В 2015 году молодой писатель Николай Рябинин живет в Москве, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня. Пока не узнает от родителей, что его брат пропал без вести на Донбассе. Несмотря на давнюю ссору, Николай отправляется на его поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. «Я за братом приехал. Лет десять назад я увидел в окно, как его бьют. И я не вмешался. Я предал его. Теперь я должен его найти». Далекий Донбасс теперь перед ним. Он видит чужое горе, смерть и боль. Не имея военного опыта, он присоединяется к одному из батальонов, где ранее служил брат, и понимает, что он не просто пассажир, а настоящий защитник. Действия картины максимально приближены к реальности. Роли сыграли актеры, которые побывали на передовой. В Черкесске первые зрители уже оценили картину. «Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень интересный фильм. Рекомендую всем прийти посмотреть». «Захватывающий сюжет. Я бы пошел на этот фильм еще раз». «Шикарнейший фильм. Пробирает до слез. Эмоций очень много. Обязательно всем нужно посмотреть. Приглашаем вас на просмотр фильма «Пассажир». В Черкесске продолжает свою работу рыбная лавка Андары Камчатки. Всех жителей и гостей Карачаева Черкесии ждут в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8, Центральный вход. Рыбаки привезли свежую и наилучшую продукцию – большой ассортимент рыбы, консервы, красная икра. Ярмарка будет работать до 24 марта включительно. Сегодня Всемирный день водных ресурсов. Природа Карачаева Черкесии прекрасна с ее глубокими озерами, бурными реками и ошеломляющими водопадами. Сотни тысяч туристов со всех уголков России приезжают в нашу республику, чтобы полюбоваться уникальной красотой Карачаева Черкесии. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова